В заперти и на Ачибе. Так живет около 30 маламутов под Красноярском. Люди, проезжающие мимо, ужасаются вою, которая разносится от вольеров. Говорят, собаки лишены возможности бегать и вынуждены ютиться в клетушках. Кто с ними так поступил и можно ли изменить их судьбу, выясняла Ксения Гречихина. Просто невероятный бой. Их было слышно еще с дороги. Вот так сегодня семья маламутов встретила нас. Лай была слышна еще в паре сотен метров от вольеров. И чем ближе к ним были люди, тем громче становился бой. Маламуты прыгали на сетки, вставали на задние лапы и даже вытаскивали голову через дыры в вольере. И практически каждый пес не отказывался от подчесываний за ушком. Особенно малыши. И так они живут уже давно. Жалобный бой песиков заставляет разрываться сердце. В этом месте стоит, наверное, из десяток вольеров. И в каждом из них 3-4, а то и 5 собак. В таких маленьких клетушках животным ютиться, конечно, тесно. И такова уж особенность породы, что они любят бегать и поэтому рвутся на волю. Бьются от клетки или друг с другом, от чего получают ранение. Ну и просто-напросто животные хотят человеческой ласки и внимания. По предметам вокруг видно, что собаки небесхозные. Тут расчищены дорожки, стоят лопаты, мешки от корма. Да вот только следы на снегу не недавние. В мешках сено, а миски с водой превратились в лед. Недалеко от вольеров поселения казаков. Они хоть и слышат лохматое соседство, считают это нормальным. Он утром заезжает, вечером заезжает, кормит и кормит. Вечером приезжает, гуляет. Хозяин собаки – директор 5-й березовской школы. Собак начал разводить, еще будучи учителем физкультуры. Тогда маломутов запрягали в упряжку и так проводили занятия с детьми. Поднялся в должности и занятия прекратились. А судьба собак стала сидеть в заперти и ждать, когда придет хозяин. На корме тогда с хоть немного побегать. Сам он говорит, что навещает пушистое хозяйство раз в день и такую жизнь для них считает нормальной. И уж точно никому не хочет отдавать своих песиков. Их считает родными, ведь Ченков выкармливал с ложки. Но объясняет, что это животные и не стоит приравнивать их к людям. Я не считаю, что тот вариант содержания, который у меня, он критичен и катастрофичен для собак. Да, я понимаю, как я уже сказал, что им уделяется не столько времени, сколько даже я бы хотел. Ну, в свете своей занятости. Но практически все свое свободное время я провожу там. Возь собак он объясняет тем, что это такая порода – волчья. И по природе у них такой звонкий голос. А на вольеры они прыгают просто потому, что любят людей и рады их видеть. Это подтверждают и зооинспекторы. Говорят, что в подобных вольерах собаки живут у заводчиков, в приютах и других частных владельцев. Вообще не все выпускают своих собак гулять. Да, конечно же, это ездовая порода собак. Они нуждаются в выгуле. Но мы не можем знать, как часто они действительно гуляют, какие у них есть, вообще есть ли у них нагрузки. Здесь, опять же, нужно разговаривать непосредственно с владельцем и понимать, должен ли уход у собак, должен ли выгул и в целом полное содержание. А вот забрать собак силой у хозяина никто не может, разве что через суд. И для этого нужно, чтобы кто-то обратился в виднадзор. Когда специалисты зафиксируют ненадлежащее содержание животных, тогда владелец пушистых может получить административное наказание. Но плохие условия жизни маламутов еще нужно доказать.